сегодня у нас 20 октября 2015 года деревня Потеряевка с утра морозит дождь всю ночь шел дождь тоже и вот тут у нас Надежда Васильевна Лапкина живет в том доме у нее тут деревня все заросло кленом Игнать Ильич решил немножко чтобы света больше было на участок земли освободить вчера Николай Савченко нам помогал вот сегодня утром вышли и продолжили работу клен срубаем убираем бревнышки пойдут толстой части стеклена очень нужные деревки стройматериал вот они лежат сейчас я пройду туда куда 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 это дрова это уже сто один раз ты проходил не забывай ты хозяин здесь а хозяин так не делает чтобы куда попало какие-то шинели убери а то завалят у нас сегодня какой 19 уже 20 20 вообще досок нету работа вся пропадает не везут под разными причинами то не привозили то дорога нет то не проедешь оплачено все сверх нормы 3,5 раза дороже доски обошлись транспорт оплатили нет какая страна это со щебнем та же история и ничего нельзя сделать ничего поэтому с русскими кто будет иметь дело где-то когда разные причины хорошая погода там хоть многие корень а кто первый не поставил лес то мы предъявим счет и все кончилось это звено гнило и выбросить надо руководители у руководителя должна быть беспощадность к разгильдяйству к недержанию слова это ничего нету мы не можем уехать вчера сколько мы там работали делали от коров коров запускают и смотрят за ними они половина дамба разнесли уже а не то есть так надо маленечко отвеси в сторонку только одно малинство и что такое посматривает а что откуда знает уже во сне это все снится ну решили вот тут убрать то что уже с ними какая-то творная трава клен почему-то называют американский у нас . трава тоже не знаю как ноги резала и говорили это ведь немцы насеяли ее чтобы нам плохо было вообще а маленькие ребятишки вот эта агитация вдалбливали немцы они плохие люди как раз вырос это мы увидели что нам до немцев еще далековато неточности нету ни отношений не к дорогам ни к чему а ребенку вдалбливали немцы 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 у нас тут немцы жили один немец уехал на историческую свою родину ну и спрашивает как до ягод дома насчет плохо было но неплохо на везде как только что-то не так то немец слово немец звучало угрожающе как на многих слова русские сегодня вот такая история а мы с вами убьем этот образ человека я не могу кончить работу не могу потому что материал который оплатил его нету тут даже не знаю уже никуда идти ничего нету там у них дороги нету а тут какая дорога стояла неделю дорога другая причина а сейчас дождь а дальше погода хорошая какая хорошая ноябрь месяц нам работать там надо с водой вода застывшая кипяток туда не понесешь то есть совершенно невыносим работа не надо только что где-то вот как привыкли где-то своровать ничего не делать все разрушается когда вчера мы пришли витя со своей машиной этой пилой и сегодня все надо разобрать убрать теперь там можно будет там сажать вот она пашня этот бульдозерис сашенко то алексей александрович выдрал корни а там чернозем голимый чернота какая но витя тут раз работал часть надо отделить ему земли вот такая вот температура к нулю но ясно дело что не совсем все приятно крышка по дорогу пробили теперь оттуда все носить туда городской человек ничего этого не знаю да у него и нету да и он он будет подыскиваться так а зачем это все нужно затем чтобы заповедь выполнить хоть кто телец а есть хлеб свой мы даем пример не отчаиваться в любой безнадежностью работать не везут но мы же не сидим работаем ни одного дня не сидели вчера там где могли плывет бревешка какое-то вы вытащили его закопали другое осмолили жердей нету ту же в ножовкой валим деревца все загородили надо было показать вчера как ничего нету руках один инструмент даже большую пилу не взяли и теперь пойди туда даже не каждая корова пролезет тем более мы напоминаем что книги не гнали туда вчера идут они исааки с анфисой устину а где пасли тут там а как прогнали а мы подальше то есть все сделали правильно а другие другой он не смотрит за этим делом совершенно никак то есть ему это трин трава ну развалили развалили а почему он он держится здесь неизвестно чем из-за жены ему это не надо восстановление потеряет и главная задача а какое-то восстановление если еще бы не начал дорогу делать а зачем это это надо собрание проводить спрашивать разрешение или еще не знаю даже не разрешение еще ни копейки нигде участи никакого нету ну мы не можем так жить не можем это признаки мертвящины старые мехи не вливает новое вино надо обновиться это есть такой стенд не проходи мимо не проходи а здесь верующий так никита иди-ка туда мы видишь что все сделали и подними вот этот наперёк положили боком вот с этой стороны бери ну как куда ты пошел ну тащи поднимай чтобы пилить можно было положи давай быстрее пилим держи потому что она длинная и никуда не повернишь давай 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 что мы тут там делаем сейчас на мастере обрабатывать вот так Куда не поверли? Везде? Вот сумка мы наложили, смотри, на начале. Мы вчера ночью кончили, зашли домой, не видно, черную нитку от белой не отвлечишь, как мусульмане говорят. Обрувать до конца и вытащить ее. И вот эту вот тоже. Далеко уже не неси. Из-под нее все вытащили и рядом пусть лежит. Потом вот эти кустики вырубить. Работа для Бога. Она облагораживает. Вечно он соберется и еще вспомнит. Рассуждаем. Утром пораньше, скорее. Вот смотришь, даже в этой обстановке мы график не меняем. В 4.40 встаем всегда, в 4.40. Помолились, чтение Слова Божия. Володя готовит. Дальше все уже идет как по часам расписано. 7 часов завтрак и работа. Работа здесь. Приходится ценить время. Ну а если вот не привезут. Я сегодня говорю. Ну вот это ЕСВИ. Это наша русская ЕСВИ. Вот мы пришли на вокзал. На вокзале дом. Вокзал бывший. Под Степной. Но его Борис Имсов там постарался. Закрыли. Потом мы везде ходили к депутатам. Открыли. Здание стоит. Мы его арендуем. Приходим в воскресенье. Здания нету. Новое здание. Большое. Кирпичное. Там сколько отделений у него было. Но настоящий дом. Нету. Развалены одни. Стали узнавать почему. А это поставили рабочих на соседнюю там заброшенную станцию. Там заброшенный домик. У братьев кирпичи то. Но они маленько не доехали. Выпили и здесь сломали. Ну вообрази в это где-то. В какой стране это было бы. И все. Теперь развалены кирпичи. Сейчас бы хоть какую-то будочку поставить. Ну вот мы знаем. Поезд приходит в 12. Мы пришли туда. Нас привезли. Садиться. А поезда нет. А почему? А иногда проскочит и все. Как это проскочит? У него расписание есть. Ну и все дальше. Это уже на уровне управления говорят. Проскочил. А приехал-то с ребенком сидеть. Ну ладно еще дождались. Назад можем забрать. Ну ладно. Я сейчас сяду. Идите не ждите. И она одна осталась. 4 километра. Пурга. Ничего не видно нигде. Как жить-то тут можем? Мы живем. И на каждом шагу какой-то обман, подвох. Договорился, заплатил. Ничего нету. Горющим заправил. Игорь утром встал. Горющего нет. Уже слили. Увезли. 300 литров. На следующий день 150. Какая-то страна. И кому она нужна. И кто ее защищать будет. Я ставлю предложение. Но это еще в лучшем варианте. Это не убили никого. В прошлом году ему все время где-то в радиатор. Где там сыпали гречку. Там все. Он защищал, защищал. И никак. То есть, чтобы не работало. Тут у меня двоюродный брат работал на кукурузе. И у него первое место. Ну, обидно. Ему премия. И взяли там какой-то штырь железный. Привязали к кукурузе. Он кукурузу убирает. Но штырь-то, он его не видит. Он привязанный. Замолотило туда. Дальше вся аппаратура там. Внутренность полетела. И он теперь сидит. Только сделал. Ему в радиатор туда натолкали там. Соли насыпали. Ну, что попало. И он все равно к концу осени был первый. И какой-то ему почет или что-то. Понимаете, человек не верит в Бога. Поэтому суда Божие не ждет. И поэтому творит пакости. Ну, ты сделал. Он не работает. Трактор стоит. Ну, теперь дальше-то что? Ну, вот этот, говорит там. Руслан. Убил там Петровых. Отца, мать. Застрелил. Детей камнями добил. Дали 10 лет. Вот сейчас вот будет выходить уже Кулиш. Горно-Алтайск. Журналист приехал сюда отдыхать в Горно-Алтай. Не ездите туда отдыхать. Это зона смерти. Едут туда. Еще отдыхать, когда все знают и Рериховцы, что это особый канал связи с сатаной. То есть с космической энергией, с силой. Убил. И катается на машине. На машине покататься четверых. Убил и не дрогнул. Ну ведь он родился. А чего родился? А его родители были в эпоху, когда запрещен был алкоголь. И поэтому мать его не юхала. То есть причина какая? Виноват Андропов. Почему мусульман не говорят, что сухой закон, поэтому дети уроды. А наоборот, чистая, крепкая нация одна и другая. Ну реально-то посмотрите. Я просто к делу хочу сказать. Ну вот такой он. Может ли заботиться? Да где он? Ему не было 16 лет. Ему дали 10 лет. Ну 10 лет, а он сейчас 9 уже отсидел. Он выйдет. Кем он может быть? А писал сочинение. Я люблю сестренку. На пятерку написал. Учительница поверила. Это демон. Демон. Руслан. Как маленькие ребятишки. Там 4 года, 3. А у него в зарядах нет. Он их кирпичами, валунами добивал. Добил. И всех бросил в реку Би-Би. Там течет. Или Катунь. Вот и все. Ну, маленько хотя бы глянули. Как без Бога? Этот кулиш-то. Руслан-то. Ведь он не из-под земли вылез. Он тоже был в утробе где-то. А мать такая там. Ну мать-то почему такая? Ну дальше-то раскрутите. Бога нет. Ну виноват-то кто? Сатана. Через кого он действовал? Ленин, Ленин, Ленин. Сталин, Сталин, Сталин. Дальше-то говорите. А теперь с дюганов с дюганов проповедует. Ну отвернитесь вы от них, от этих людей, которые творят пакости. Помолитесь о них. Не поддержите, не голосуйте за них. Вот сегодня только все виноват везде Путин. Это выродок. Это не человек. Это демон. Но мы живем. Нам достаточно пока это освободит. Я не защищаю никого. Я просто говорю. Руган ничего не даст. Но эти мертвые, это плоды уже растут. Ну как бы то ни было сейчас. Что-то в магазинах появилось. Разговоры идут другие. Вот найдут кого-то долго где-то. И это притом все время. Говорит даже Леша строится. Видишь какой у него. Это он коровник строится. Коровник там, а вес там еще держать будет. Вот. Как Бог даст. И вот он у меня звонит и звонит туда. И ничего нету. Нету. Ну а что делать? Я говорю. Женщина осталась во время пурги. Что делать? В первую очередь. Машинист почему не остановился? Почему не по расписанию? Через сутки только поезд этот будет. Дальше это можно узнать-то. Ну и дальше навести под корень. Тут вот наш дом был. Вот здесь вот. Тут вот напротив. Тут все. Отец Аким родился в этом доме. Вся семья мы были здесь. А когда раскулачивали в начале, подряд гребли всех. Наши не имели работников. Но уже начали подниматься. Уже своя лошадь была. Ну больше ничего не было там. И они бежали, бросили. А дом сожгли. Стены отстояли только. Ну а потом, когда все улеглось. Тихон мой отец, мать Мария. Вернулись сюда. Меня еще не было. А брат старшего у них родился. Самуил. И дом этот никак не отдают. А вы убежали. Поэтому он не ваш. А ничей колхозный. Мы его разберем. В бригаду увезем. А дядя был грамотный. Отцов брат. И написали Калинину. Какой он роль Калинин тут. А тогда не отписки были. А указания. И оттуда сразу пришло. Дом вернуть. Все. Местное. А если не вернет. Вы понимали. Это ГУЛАГ. Да, плохо. Но, однако, была какая-то дисциплина. Сегодня ничего нет. Коррупция, коррупция, коррупция. Никуда не двинешься. Все везде продажность. Бога нет. Суда Божьей нет. И кому нужна эта страна. И кто ее будет защищать. Вопрос все время возникает. Не знаю. Придут лучшие люди, как в Израиле было. Другие будут. Лучшие вас населят. Я-то свое отжил. Мы на всякого насмотрелись. А вы еще желаете. Благо России. У нас лозунг. Россия должна встать. Но она встает. Встает где-то. Как и архиерик говорит. Я говорю, пробуждения в церкви нет. Устроили скотомогильник из церкви. Подряд всех причащают. А вы говорите пробуждение. Он говорит, ну а вашу общину? Да мы-то... Даже капелькой нельзя назвать. Какую? Но, однако, вот вы... Значит, он считает, что... Видишь, Никита работает топором. Он вообще не знал, какой стороной его брать. А тут уже свечки отрубают. Видишь, какая-то работа. Непрерывная работа. Над душой. Двадцать шесть лет и ничем не работал. Не, не знают. То есть, заработал, говорит, об этом же истратил и все. Заботы нет. Главное, грех сегодня люди проходят мимо. Ничего не касается. Нигде не касается. Ничего. Налопаться, наблудиться, выпить и все кончилось. Вино, бабы, деньги. А жить надо для Бога. Есть деньги, нет деньги. Работай. Благодари Бога. Мы сегодня сытые. Хороший обед устроили. Какой хороший-то? Ну, сытый. Благословен Господь. Так мы пришли-то помолились. Давайте поблагодарим Бога. Господи, слава Тебе. Ослети это место и всех приходящих сюда. Пошли добрые жители, знающих уставов. Пособи нам, Господи, окончить эту работу. Да услышится наша молитва. От нас ничего не зависит, Владыка. Мы готовы, мы рады. Но мы не можем. Укрепи. Дай все эти известия недобрые со спокойной душой принять. Без Твоей воли ничего не бывает. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Благослови врагов наших и тех, которые нас обманывают и обворовывают. Наставь их на путь истины. Не по делам их воздаем, чтобы в судный день не помянулось, что они творят, ибо они не знают, что делают. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Все. Пошли.